Добрый день! Сегодня поговорим о новых книжках. Издательство СТ недавно выпустило занятную книжечку Александр Радаев «Парнасский пересмешник. Навел из истории мировой культуры». Книжка вышла в серии «История и наука Рунета». Чем эта серия отличается? Тем, что за небольшие деньги на не самые хорошие бумаги печатаются достаточно интересные книжки. Есть у меня такая же, например, Лев Берников «Герская империя». В такой же серии выходил первоначально «Страдающий в Средневековье», который потом начали выпускать на более приличной бумаге. Например, Дельшат Харман, один из авторов «Страдающий в Средневековье», недавно выпустила «Честильче святого Патрика» в гораздо более хорошем варианте, то есть на более качественной бумаге, такой приятной. И иллюстрации тут цветных побольше. Но у этой книжки есть один большой недостаток. Вот полстраниц буквально не заняты ничем. Это обусловлено тем, что на части страниц есть короткие описания или вставки. Но их тут настолько мало, что в результате полкниги оказалось просто пустой. Александр Радаев «Парнастский пересмешник». Тут тоже есть такая же вещь. Тоже, как вы видите, текст занимает полстраницы, но тут иллюстраций очень много. На самом деле, хорошо иллюстрированы книги, в которой очень много графического материала, хоть он и почти весь черно-белый. Но тем не менее, читать интересно. Что это такое? Вообще, Александр Радаев ведет телехрам-канал «Парнастский пересмешник». Там много небольших новелл об истории, об истории искусства, которые постоянно публикованы на своем канале, являясь его редактором. Здесь, в этой книге, он собрал свои рассказы, структурировал их по теме, добавил иллюстрации, чтобы было интересно, и выпустил все это в виде книги. То есть, небольшие новеллы, буквально на страничку, максимум на две, рассказы о разных историях. Например, в самом начале он рассказывает об одной знаменитой фотографии. Ее, конечно, надо показать в более увеличенном масштабе. Тут она маленькая, в интернете найдете, она даже колоризованная есть. Это та самая знаменитая свадьба в Кубурге, на которой последний русский царь Николай Романов послатался к Алисе Гесенской. У нас всегда рассказывается о невозможно большой любви между этими двумя людьми, о том, как они друг-друг трепетно относились, и как они, вопреки всему, в конце концов, поженились. Ну вот, значит, здесь Радайв рассказывает такую интересную теорию, что, в принципе, в Кубах-то цесаревич ехал неохотно, потому что он еще с Матильдой Феликсовной не нагулялся. И как бы жениться, особенно, то он и не рвался на красавице, которая выше его нагло была ростом. Ну, тем не менее, значит, все закончилось с фальпой, но дальше, чем закончилось, тем закончилось. И вот таких историй, интересных мнений и интерпретаций тут довольно-таки много. Это сколько у нас здесь? 300 страниц. Книжка, на самом деле, интересная. Товарищ Радайв, конечно, молодец, что он это все превратил в книгу. Если интересуетесь историей и историей искусства, я вам настоятельно эту книгу рекомендую. Сейчас мы ее немного подробнее переставим поближе, чтобы вы смогли оценить качество печати и качество иллюстрации. Посмотрим, что у нас внутри парносского пересмешника. Ну, поближе будет более заметно, что бумага не очень то нелованная, а, прямо скажем, офсетная. То есть бумага не очень хорошая, но не могу сказать, что уж совсем все запущено. То есть вот цветные иллюстрации, опять же, имеют место быть. И иллюстраций много, вот, пожалуйста. Ну, конечно, черно-белых все равно больше. И вот, что хорошо, вот текст, он как бы занимает полстраницы, опять же, но сносок очень много. Они вот здесь вот есть практически везде. То есть, как бы, такой формат верстки в случае этой книги, он целиком и полностью оправдан по сравнению с Чистилищем Святого Патрика, на которой я был, конечно, очень удивлен и возмущен таким решением. Вот опять, пожалуйста, пошли цветные иллюстрации. Иллюстраций много. Ну и, значит, что надо понимать, конечно, эта книга, это для того, чтобы заинтересоваться. То есть, прочитали какой-то момент, прочитали какую-то новеллу, а дальше надо, конечно же, копать и читать самому. То есть, эта книга дает только какие-то основные моменты, которые можно почерпнуть дальше. Надо, конечно же, открывать и читать подробнее. Тем более, что материалы, на самом деле, и в интернете, и в книжных магазинах на эту тему навалу. Но книга хорошая. Еще бы издана была бы в каком-нибудь более качественном формате, потому что все-таки книга сейчас вечно дешевая. Даже вот книга в таком простецком формате, она все равно обходится рублей в 500, как минимум. А в подарочном моем издании она, конечно же, будет стоить еще больше. Но, тем не менее, весьма рекомендую. То есть, если найдете в электронном виде, то в электронном, если в бумажном, то в бумажном книге читать интереснее. Александр Радаев, по-анасскому пересмешник, новелла из истории мировой культуры. Очень хорошая книга для чтения и знакомства с мировой культурой и историей.